Привет-привет, я Сергей и вы смотрите канал Голодный Мужчина. Сегодня пятница. Нужно сделать небольшую разгрузку в конце рабочей недели. Нет, не так. Завтра суббота, а это значит, что кому-то из нас может понадобиться легкое, полезное и горячее блюдо. Кто знает, какие у вас планы на сегодняшний вечер. Ну, а поскольку у нас неделя правильного питания, давайте заделаем быстрый бульончик, а в конце мы покажем, как превратить обычную юшку в быстрое и оригинальное блюдо. Поехали! Значит, в кастрюльку кладем любое мясо. Мы используем куриный окорок. Заливаем водой на 3 четвертых высоты, ставим на огонь и доводим до кипения. Но как только закипело, сливаем воду и пенку. Это выходит белок из курицы. Набираем воду снова, ставим на закипание, теперь уже на средний огонь. Делайте так. Таким образом мы убираем все гормоны и нитраты с курицей, которыми их пичкают. Конечно, по технологии первый бульон не сливается, но это уже издержки теперешнего времени. Экология такая. Если первый бульон вы не сливали, периодически подходим и снимаем пенку. Как только вода закипит, поставим маленький огонь, так чтобы бульон томился, а не кипел. Так он получится прозрачным и красивым. Если вода будет сильно кипеть, бульон станет мутным. Брррр. Добавим в кастрюльку одну почищенную морковь, порубить ее на пару частей, и одну среднюю луковицу, мытую и разрезанную на четвертинки, но не до конца. 5-6 целого черного перчика для пикантности. Пол чайной ложки соли, так чтобы немного, добавить лучше потом. И один лавровый листочек. Накрываем крышкой обязательно, но чуток приоткрываем. И оставляем бульон вариться, томиться под крышкой минимум час-полтора. Есть. Это то блюдо, которое лучше сделать заранее. С вечера, например. Бульон можно хранить в холодильнике. Чего тут делать-то? Покидать в кастрюльку, и пусть себе варится. Чем дольше, тем насыщеннее и вкуснее. Только не 8 часов, а то будет холодец. Ну, конечно, если возьмете домашнюю курочку. Эй, я тут. Ну так вот. Ааа, хотите знать, что это? Лилия Клименко, кстати, знала, за что и от нас большой привет. А конкретно за отгаданное название энергетического батончика мюсли или гранола бар, как говорят в английском полушарии. Вот наш рецепт, к слову. Отличный перекус для ребенка в школе или для вас на работе, учебе. Сытно и очень полезно. Когда время прошло, процеживаем бульон через сито или просто вынимаем все овощи и мяско. И бульон готов. Легкий и ароматный. После работы или в субботу натощак, то, что нужно. Но! Через два дня наша неделя правильного питания подойдет к концу. Слава богу. Поэтому вот, что мы сделаем. На досточке отпыляем пару кусочков багета или обычного хлеба. Закинем в духовку на максимальный огонь минут на 5-7. Только, чтобы слегка зарумянились и образовалась корочка. Или подрумяйте на сковороде. Возьмем красивую тарелочку. Хлеб натрем кусочком чеснока. Сверху одну ложку сметаны. Или же присыпать любым сыром. А можно и то и то. Поливаем теперь горячим бульоном. И в довершение чаток петрушки или укропчика. Есть немедленно. О да! Только попробуйте этот импровизированный суп. Закончите с первой гренкой. Сразу берите вторую. Ну и конечно мы не мы, если не попросим вас оставить чашку бульона в холодильнике. Мы приготовили что-то очень интересное для вас. Так что постарайтесь. Ну и напоследок бульон, а не бульон. Да-да, с нами не только весело, но и познавательно. Увидимся!